Привет всем любителям змей и тем, кто их пока еще боится. С вами Анастасия Клёнина, и вы на канале Ученый Змеелов. Сегодня мы поговорим о том, как отличить ужа от гадюки. Скажу сразу, что для меня это немного больная тема. Изучаешь такой змей 13 лет, защищаешь по ним диссертацию, начинаешь объяснять про отличие ужа от гадюки, а тебе говорят, нет, что вы мне рассказываете, желтых пятен нет, значит гадюка, я лучше знаю, я же в деревне вырос. И вот чтобы такие биологически неграмотные, но очень самоуверенные люди вас не запутали, я поделюсь с вами своими знаниями об отличии ужа от гадюки. Специалистам известно очень много отличий, но мы с вами посмотрим на самые яркие из них. И для наглядности я буду держать змей прямо в своих руках. Итак, я возьму сразу несколько видов из семейства Ужовые, потому что они, как многие родственники, похожи на ужа, а также не ядовиты и не опасны для человека. Это будет всем известный обыкновенный уж, его собрат водяной уж, обыкновенная медянка и узорчатый полос. И буду держать несколько ядовитых видов из семейства Гадюковые. Это будет обыкновенная гадюка и степная гадюка. Давайте же смело взглянем им прямо в глаза. Рассмотрим форму зрачка. Итак, у неядовитых ужовых змей зрачок круглый, как у узорчатого полоса на переднем плане. У ядовитых гадюковых он вертикальный, напоминает кошачий, как у степной гадюки на заднем плане. Согласитесь, в вертикальном зрачке есть какое-то предостережение. Взгляд гадюки отличается от взгляда ужа. У ужа глаза добрые, писали мне в комментариях и были правы. Особенно это видно в сравнении с гадюкой. Например, у черноглазой обыкновенной гадюки сверху вообще не видно зрачка, но в сравнении с водяным ужом снизу она смотрится куда опаснее. Важно помнить, что правила неядовитого круглого зрачка относятся к ужовым змеям и, как и любое правило, имеет свои исключения. Вспомните, к примеру, кобру. Круглый зрачок не мешает ей быть ядовитой. В тропиках также очень много ядовитых змей с круглым зрачком. Второе, что нам поможет отличить ужа от гадюки, это щитки на голове. В интернете обычно пишут про форму головы. У ужовых она овально вытянутая, у гадюк более треугольная. Но это не самый надежный признак, ведь форма головы искажается в зависимости от позы и действий змеи. Например, уже очень часто раздувают щеки и строят из себя страшную ядовитую змею, гадюку или, судя по этому фото, даже кобру. А мелкая голова медянки иногда выглядит треугольнее, чем голова обыкновенной гадюки. А вот форма щитков на змейной голове постоянно. У ужовых змей в моих руках она схожа и точно отличается от гадючей. Итак, у всех ужовых на голове крупные ровные щитки, как у ужа слева. У всех гадюковых они мелкие и заостренные, как у гадюки справа. Например, крупные, гладкие щитки узорчатого полоза против мелких и островатых щиточков степной гадюки. Даже интуитивно второй вариант более отталкивающий. Мне как-то сказали, что у гадюк морда брутальнее. Конечно, это так, ведь по сравнению с ужовыми у них есть ядовитые железы и два ядовитых зуба. Я нарочно приписываю гадюкам человеческие понятия. Это ненаучно, но так проще запомнить, ведь подключается ассоциативная память. Давайте посмотрим еще раз. Вот ужик. У него глупый глаз, крупные щитки. А вот гадюка. И хоть зрачка у нее не видно, морда с мелкими щитками выглядит зловеще. Я безопасен, говорит морда ужа. Я опасна, кричит морда гадюки. Напишите в комментариях, помогает ли вам такой подход для запоминания отличий ужа от гадюки. А мы перейдем к следующему отличию. И связана она с окраской змей. Важно помнить, окраска змей очень изменчива. Она зависит не только от вида змеи, но и от ее возраста, пола, стадии линки и даже освещения. Есть всего пару признаков, на которые можно положиться. И я вам сейчас их расскажу. Начнем со всем известных желтых пятен на голове ужа. Все верно, если вы видите их, значит перед вами безобидный уж. И не верьте сказкам про его гибриды с гадюкой. Но вот если желтых пятен нет, это еще не значит, что перед вами гадюка. Ведь таких пятен нет у многих неядовитых змей. Да и у самого обыкновенного ужа они могут быть другого цвета, как показано на фотографиях, или могут вовсе отсутствовать. В итоге все просто. Есть желтые пятна, значит точно уж. Нет желтых пятен, значит не точно уж. Смотрим дальше на окраску спины. Только в одном случае можно быть уверенным, что змея без желтых пятен перед вами – это гадюка. Если у нее по всему верху туловища тянется яркий, четкий зигзаг. Такое есть у степных гадюк любого возраста, а также всегда имеется у молодых обыкновенных гадюк, а иногда и у взрослых особей. Мелкие размытые узоры неядовитых змей, например полоза справа, не дотягивают до зигзага гадюки слева. Зигзаг – надежный признак ядовитости. Предположим, у змеи нет ни желтых пятен, ни зигзага. Тогда мы смотрим на брюхо. Яркие цвета брюшных щитков позитивно сигнализируют, что перед нами не ядовитая змея – водяной уш. А у обыкновенной гадюки брюхо черное. Конечно, змея в природе не станет показывать вам животик, чтобы вы его рассмотрели и почесали. Но этого и не требуется. Цвет брюха змеи часто виден из других ракурсов. Я внимательно порылась в архивах своих фотографий и нашла обыкновенную гадюку с небольшим количеством цветных пятен ближе к шее. Именно поэтому мы сначала смотрим на зрачок и щитки на голове, а уже потом на окраску. Следующий признак, который может помочь нам отличить ужа от гадюки – это форма змеиного тела. Ужовые змеи, то есть наши неядовитые друзья, имеют длинное и вытянутое тело. Они отличные спортсмены, быстрые и поджарые. Ужи – пловцы и ныряльщики, им нужно успеть догнать рыбу в воде. Полозы демонстрируют чудеса акробатики. Они лазают по деревьям в поисках птичьих гнезд. Медянки гоняются за ящерицами. Не имея ядовитых зубов, им надо настичь свою добычу и обвить ее. А что гадюки? А вот гадюки – не спортсмены. Они короткие и уплощенные. Один укус – и еда далеко не уйдет. Они рыхлые и даже не способны на высокие выпады в попытках укусить. У гадюк также усеченный укороченный хвостик против длинного хвоста ужовой змеи. Но недавно я выяснила, что большинство людей просто не знают, где у змеи кончается туловище и начинается хвост. Поэтому повторю – гадюки короткие. Длина обыкновенной гадюки редко превышает 70 сантиметров. Длина степной – 60 сантиметров. При этом ужи и полозы могут достигать длину больше метра. Это могло быть отличительным признаком ядовитых и не ядовитых, но нет. Все потому, что у страха глаза велики. Встречная змея всегда кажется людям огромной. Реальные размеры на словах не определить. Далее мы рассмотрим такой признак, как место и детали встречи. Это очень важный момент, который поможет эффективно применить все сказанное ранее. Зная не только внешние отличия, но и образ жизни, шанс отличить ужа от гадюки выше. Потренируемся прямо сейчас. Рассмотрим самый частый случай. Пляж на Волге. Вот вы видите змею у воды или в воде. Желтых пятен нет. Ваша первая мысль – может быть, это гадюка приползла искупаться? Зная отличие ужа от гадюки, давайте внимательно взглянем на змею. Правда, эта от нас уже уплыла. А плавает она профессионально. Да, любая змея поплывет, если ее кинуть в воду. Но эта явно что-то ищет под водой. Она здесь не случайно. Змея в своей стихии. Морда у нее вытянутая, гладкая. Глаз светлый. Зрачок вроде круглый. Брюхо под водой, но оно точно не черное. Даже так видна светлая каемка до самой шеи. А вот еще одна змея. К тому же в момент трапезы. Становится понятно, что эти змеи живут возле воды. А ни одной гадюке жизнь в воде не по душе, как и рыбная диета. Вы ведь уже поняли, что это водяной уж. В довершении, когда уж тащит бычка на сушу, становится хорошо видно края оранжевого брюха и крупные щитки на голове. Да и зрачок тоже. Аудирайт уж как настоящий спортсмен, ведь он длинный и быстрый. А теперь давайте посмотрим на такую же черную, обыкновенную гадюку. Это может быть редколесье, опушка леса или поляна, просека, вырубка или болотная местность. Откуда-то поползает змея. И, конечно же, пускается на утек. Очень черная змея. Ползет она как пружинка, как будто ей это не очень хорошо дается. И она даже попадает в ближайшую лужу. Правда, в воде она выглядит довольно неуклюже. Она стремится поскорее выбраться из воды. Без преувеличения дается ей это с трудом. Теперь нам хорошо видна ее голова, полностью черная, с мелкими щиточками. Это гадюка. Запомните, что обыкновенная гадюка питается в основном мышами. И вы никогда не спутаете ее с ужом, несущим в пасте рыбу. Но давайте отправимся в степные пространства и навестим другую гадюку. Степную. В многих просторах бывает сложно найти змею, даже специально. Но допустим, что нам повезло. Глаза заметили какую-то небольшую коричневую змейку. Сразу смотрим на ее спину. Такой зигзаг невозможно пропустить, не говоря уже в вертикальном зрачке. Это степная гадюка. Просто обойдите ее стороной. А теперь поищем змей на этом каменистом склоне. Если вы услышите вот такую трещотку, значит где-то рядом гремучая змея, щитомордник или узорчатый полос. Вот только щитомордник и гремучка похожи на гадюку, а полос на ужа. Морда вытянутая, гладкие щитки, круглый глаз, удлиненное тело, нечеткий узор. Признаки неядовитости на лицо. А вот ползет другая небольшая змейка. Но она длинная и однотонная. Давайте посмотрим внимательно. Узора почти нет, зрачок круглый, а через глаз идет полоска. Сама змейка гладкая, никаких гадючих шипов и зигзагов. Так можно распознать медянку. Степь, лук, лес. Медянку можно встретить почти везде. Итак, чтобы успешно отличать ужа от гадюки, необходима практика. Если это видео вам понравится, мы обязательно с вами потренируемся еще. Главное помните, даже если вы уверены, что перед вами неядовитая змея, никогда не берите ее в руки. Оставьте это дело змееловым. Что ж, я надеюсь, что это видео было полезным для вас. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал. Любите природу и змей. И помните, что они боятся вас больше, чем вы их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!